Ахмаджи Плохая территория, деревня Адзиси. Вокруг все российское. Плохая, потому что пойдешь в лес за дровами, арестуют российские пограничники. Здесь, говорят, оккупация продолжается. Называют ползучая. Пограничные столбы явно кто-то все время двигает ближе. Через месяц посмотрим, что 5 метров дальше, короче, там стоит. А 6 лет назад здесь жили, как одна семья. В Адзиси собирали урожай фруктов, в Ахмаджи ездили рожать и учиться. Тогда было все хорошо. А потом все перемешалось. Перемешалось так, что и сами запутались, где какой район. Адзиси от оккупации как раз и спасла административная граница. Российские танки по ошибке зашли дальше Ахалгорского района. Подошли вот оттуда, из Каспии. Вот перешли сюда, зашли сюда тоже, зашли и ушли обратно. Приезжали, пришел, бежали, транспортовые тоже приезжали. Это Схинвали. Мы хотели бы побывать и в этом городе. До него, от села Эргнети, в котором мы находимся, буквально расстояние рукой подать. Но уже 6 лет село Эргнети, это крайняя точка перед оккупированной территорией. И 6 лет проход туда, да и оттуда, просто закрыт. В Эргнети русскую речь не услышишь даже отсторожил. Все российское выжгли в 2008-м, когда по пути на горе бомбили российские самолеты. Наши выгнали, все домики зажгли. Вот крещи. В этом году сделали. Здесь тоже все зажгли. Это Ньюзрум одного из самых рейтинговых каналов Грузии, Рустави Дван. Внимание журналистов, здесь последние дни переключилось на события внутри страны. Здесь происходит смена правительства. Однако и Украина, и военные действия на востоке нашей страны остаются в новостном топе главных каналов Грузии. Это Натя, наша героиня. Она была в самых тяжелых ситуациях на Майдане. Разница в том, что в свое время, вот в 2008-м, мы сразу же дали ответ. А то, что я наблюдал у вас, тоже самое в Крыму, такого у вас нет. Из-за этого я так думаю, что вы потеряли такое ценное время. Короткая война шла и на информационном фронте. Russia Today работала и все. Но в первый же день, вот после 8 августа, им запретили. Это война, и они такие же враги в том смысле, что они пропагандировали. Они показывали горе наш город. Показывали дома, о которых российские самолеты разбавили, и говорили, что это финал. И такой же, для меня такой же враг, как и этот солдат. Оккупация ударила по карману аграриев в Адзиси. В Россию возили, но сейчас никто не пропускает. Там хорошо продавали продукты, и разъяснили, копейки раздаем. Но выбрав мир, Грузия дала толчок своей экономике, стимулируя малый и средний бизнес. Мы сразу же построили тама и сделали несколько поселок для беженцев. Это самое главное. Наши предприниматели там построили разные фабрики, чтобы люди начали работать. В Грузии два святых места. Церковь и Марани. Погреб, где производят вино. Но для грузина виноделье это не бизнес. Это душа его рода. Это и есть молодое вино? Да, абсолютно. Для меня и для моих друзей, которые занимаются вот так и традиционным виноделем, более стабильно чувствуем себя, когда мы продаем западный ринг. Мы знаем правила игры и не боимся завтрашней идеи. От нас все зависит. После того, как Россия закрыла для нас рынок в 2006 году, вот после этого началась качественная вина, уже выпускать средства в наших больших винных заводах. Я хочу, чтобы выпить за мир. Обязательно, чтобы был мир в наших, в первую очередь, в туристических странах. Чтобы был мир в наших душах, в наших семьях. И пусть будет во всем мире. За мир. Кауматис. Ирина Багла, Иван Ермаков из Грузии. Подробности недели телеканал Интер.